Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 8 марта. День Кислые Девки. Назван в память преподобных Зевина, Полихрония, Моисея и Дамиана. Зевин жил на горе, устроив на ней жилище, всю жизнь до глубокой старости провел в иноческих подвигах на этом месте. Полихроний был его учеником, носил на плечах вырванный из земли корень большого дуба. Этим он отягощал свое тело. За эти подвиги ему дана была от Бога благодать чудотворений. Моисей и Дамиан были учениками Полихрония. Они во всем подражали ему. Сегодняшний день в народе называли Кислые Девки. И все потому, что в это время Девки действительно кисли. Кто не вышел замуж до Масленицы, теперь должны были дожидаться лета. В народе считали, что этот день один из лучших, чтобы приворожить понравившегося парня. Загоров для привороживания парней было много, но наиболее действенным считался заговор на воду. Стану я раба Божия, в кавычках имя, благословясь, пойду, перекрестясь из избы в двери, из двора в ворота, пойду в чисто поле под восточную сторону. Под восточной стороне стоит изба. Среди избы лежит доска. Под доской тоска. Плачет тоска. Рыдает тоска. Белого света дожидается. Белый свет, красное солнышко дожидается. Так меня, рабу Божию, имя. Дожидался бы раб Божий, имя. А радоваться и веселиться бы не мог без меня. Не мог бы без меня ни жить, ни быть, ни пить, ни есть. Ни на утренней заре, ни на вечерней. Как рыба без воды, как младенец без материнского молока, без материна чрево не может жить. Так ты бы, раб Божий, имя, без рабы Божий, имя, не мог бы жить, ни быть, ни пить, ни есть. Ни на утренней заре, ни на вечерней, ни в обеден день, ни в полдень, ни при чистых звездах, ни при буйных ветрах, ни в день при солнце, ни в ночь при месяце. Впивайся, тоска, въедайся, тоска, в грудь, в сердце, во весь живот, рабу Божьему, имя, разрастись и разродись по всем жилам, по всем костям, наитой и с уходкой, по рабе Божьей, имя. Этот наговор делался на воду, потом эту воду надо было дать, чтобы выпил избранник. Третьи лунные сутки. За предыдущие лунные сутки в организме образовалось напряжение, однокопленное в результате сжатия энергии. И сегодня настал день, чтобы дать ей разрядку в виде большой и интенсивной физической нарушки. Вообще энергетика лунных дней может способствовать росту спортивных результатов. Если ей следовать, если вы не спортсмен, то в этот день можно выполнять большую работу по дому, и вы не устарите. А после выполнения работы обязательно примите горячие ванны. Важно расслабиться и полноценно отдохнуть. Сегодня не принимайте никаких серьезных решений. С горяча можно наломать дров. А вот поточить ножи сегодня очень даже хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok